Всем привет, ребят, с вами Андрей. Итак, причина номер один, почему люди проваливаются на Amazon FBA, это структура, структура самого бизнеса. Люди не понимают, что нужно все делать и строить постепенно. То есть, что я имею в виду под этим? Конечно же, вам нужно правильно искать товары, вам нужно также правильно все это организовать и, конечно же, все это автоматизировать ассистентами. Без этого никак. В основном все те, кто начинает этот бизнес, они подходят к этому как? Они берут, допустим, тот же самый инструмент OX-Ray, начинают там сканировать, искать какие-то там товары, нашли 2-3 товара, о, все отлично, прибыльные товары, все хорошо и все. И потом ничего, в принципе, не продолжают делать дальше. То есть, нет автоматизации. Автоматизация – это самое главное в этом бизнесе, потому что если вы не ищете постоянно товары, прибыльные товары, прибыльные сделки, то у вас не будет постоянного дохода. То есть, у вас не будет долгой бизнес-модели. Это, на самом деле, очень и очень важно. Вот. Я раньше сам, честно, вот все делал вручную, один, и у меня было много проблем с этим, потому что я просто банально был на одном уровне. Я был на одном уровне, у меня мой доход не рос, я остановился там в тысяча, тысяча пятьсот долларов в месяц, и все. Я не автоматизировал ничего. То есть, у меня не было, так сказать, трехэтапного, трех шагов в бизнесе. Именно эти шаги – это вы ищете товары, то есть, должен у вас быть настроен полностью поиск ваших товаров. Дальше нужно сделать так, чтобы у вас были ассистенты, которые могли вам это все поставить на поток, и это делали постоянно в вашем бизнесе ежедневно, чтобы у вас постоянно находились товары, там, условно, 10, 15, 20 товаров в день. Не так, чтобы вы, когда заходили и находили там два-три товара, а на следующий день вы, может, вдруг не сможете зайти, у вас там какие-то семейные обстоятельства и так далее, и вы, соответственно, у вас бизнес терпит, так сказать, немножко идет в паузу из-за этого, вот. Ассистенты ищут там товары. Третье, конечно, это же организация, листки. Все должно быть организовано через Google Sheets. Наверняка обратили внимание, я делал сейчас видео недавно на английском языке, как зарабатывать первые 3 тысячи долларов в месяц через Amazon FBA. Я вам там показываю три шага. Я сделал такое же видео на русском языке, и там я показываю, как мы делаем это все. То есть, соответственно, как мы ищем товары, потом как мы это все организовываем, как нанимаем ассистентов. То есть, у нас есть три листка, сейл-щит, листинг-щит и фулфилмент-щит. То есть, все это должно, так сказать, быть организовано, и без этого никак. Вот. И эта проблема, на самом деле, номер один. Вот. Люди просто не хотят организовывать свой бизнес, свой, так сказать, ставить все это на автопилот. И если вы это не делаете, соответственно, ваш доход не растет. В общем, все. И на самом деле в FBA ничего нету сложного. Главное взять все это и автоматизировать. Как только вы это все автоматизировали, дальше вам нужно просто брать и нанимать ассистентов. Чем больше у вас ассистентов, тем больше будет поиск товаров, тем больше вы будете находить сделок, тем больше вы будете продавать и делать, соответственно, прибыли. И бизнес у вас будет процветать. В общем, все. Все, что я хотел сегодня сказать, ребят. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, как обычно. Подписывайтесь на канал. И не забывайте писать комментарии, ссылочки в описании. Телеграм-чат, группы и так далее. Рад всегда помочь. Если что, пишите, комментируйте. Я вам лично отвечу на ваши вопросы. Всем спасибо и до следующих видео. Пока.